Музыка Ежедневно в мире продаются и покупаются миллионы электронных устройств, мобильных телефонов, мониторов, ноутбуков и тому подобной техники. Прогресс не стоит на месте, и одни поколения электроники приходят на смену другим, ослужившим свой срок. Куда же отправляется это огромное количество электронных отходов? Значительная их часть попадает в Нигерию, которая является одним из крупнейших в мире импортеров техно-мусора. Свалка электронного мусора на окраине нигерийской столицы Лагоса. Ежедневно сюда сгружаются тонны прибывших по морю старых телевизоров, мониторов, системных блоков и клавиатур. Как правило, отслужившая свой срок электроника заводится в Нигерию для перепродажи, но практика показывает, что лишь один из четырех приборов находится в рабочем состоянии. Остальные отправляются на свалку, где промышляют целые бригады бедняков. Сжигая электронный мусор, они пытаются извлечь цветные металлы, например, медь. Их не смущает, что при горении выделяются токсичные вещества, представляющие опасность. Если не контролировать этот процесс, то возможно выделение тяжелых металлов с последующим поражением большого количества людей. Таких свалок в Нигерии множество, и это очень опасно. Под давлением экологов правительство Нигерии решило построить под Лагосом первый завод для безопасной переработки электронных отходов. Однако всех проблем он не решит. Уж слишком много бывшего употребления техники ввозится в страну. По меньшей мере 500 наготонных контейнеров в месяц. К счастью, не вся она сжигается на свалках. В учебном центре на севере страны используются компьютеры, ослужившие свой срок в Европе. Для одних это просто мусор, но для других возможность получить новые знания, развить в себе важные навыки, которые пригодятся в жизни и в бизнесе. По утверждениям преподавателей центра, возможностей этих машин вполне хватает для нормальной работы основных программ. Поставкой морально устаревших, но исправных компьютеров занимается британская организация Computer Aid International, которая за небольшую плату избавляет европейские офисы от старой техники и перевозит ее в бедные страны. Мы не свозим европейский мусор в Африку. Мы даем гарантию, что 100% поставляемого нами оборудования исправно. Это не новые машины, но они еще способны сослужить хорошую службу в бизнесе, в колледжах и университетах, или, скажем, в общественных организациях. Сотрудники Computer Aid International пристально следят за судьбой поставленного ими оборудования. По словам Тони Робертса, их техника не должна попадать на свалки, сжигаться и загрязнять окружающую среду.